Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1114. Событие дня. Псалом 24, 19. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненависть они ненавидят меня. Вот мы сегодня считали 34-й псалом. Я какой псалом не считаю, он про меня. Те, которые вокруг крутятся, лают на меня, они это не могут сказать. Почему? Они нападают. И Господи, доколе ты будешь смотреть на это? Давид молился, страдал. Кто-то его идет путем, а кто-то путем доика, предателей. Вот эти вокруг, они ничего не понимают. Это хворост под котлом вечности. Вот он заходит, ему рта раскрыть нельзя. Прелюбодей или убийца. Вольно, невольно, убийца. И он начинает говорить, учить, лютует, лютой ненавистью. Почему? Господь сделал так. Награда. Помилуй их, Господи. Они не знают, что худо творят. Что тут на это сказать? Это я за 3 января 2019 года. И вот что интересно. Вот заметьте, события дня. Тысячу, сто, четырнадцатый день без пропуска. Эту новую страницу открыли для меня кто-то. Назвались Колесниковы, Николай и Анна. Мы старенькие, дети наши приезжают, вот открывают. Мы любим приходить к вам. Мы бы каждый день делали это. Вот 1114 дней назад это было. Я это принял. Даже замещание какое, я все учитываю. Почему? Ну, может, там какое-то зерно, может, что-то для меня. А у меня ведь там все в архиве. Сколько пишут. Я не пытаюсь сам считать это полезное. Ну, видно, что не полезное. Просто так человек говорит, не раздумывая. Или глупость такая. Ну, этот архив я уж не поднимаю до этого. А теперь каждый день за прошедший, что и как было. Чем занимались. Меня потом раскрывают, говорят, это не другие вам подкинули, чтобы знать, что вы делаете. Так-то они не знают. Ну, и узнали, что плохо разве. Я благодарю Бога. Благослови их, Господи. А они открыли. А если бы не открыли, не было бы этого. Не было. У меня вот все время надо, чтобы кто-то что-то такое сделал, чтобы я увидел, что ответа нигде нет. И нужно дать ответ. Вот я в больнице был. В это время наши часть людей пошли к католикам. Были у них. Ну, это хорошее дело, к католикам. Но там взялись за руки в круговую и начали по-католически. Это уже не ладно. И вот две статьи у меня появились. Человекоубийство и ложь Ватикана и гордость папства. Прямо в больнице написал. Ночью. При отсветах фонарей, не видя ни буквы, ни строчек. Какие темы. Это в нашей книге, к истинному православию они есть. Повторяю. Гордость папства. Статья. И человекоубийство и ложь Ватикана. Страшная просто для католиков статья. И потом еще была. Ватимская трагедия или надежда. Явилась она там. Это все не от Бога. Ничто по Писанию не сходится. Ни по житиям святых. Никак. Задача одно – сломить православных и прочее. Это я делаю вступление. Вот каждый день. 1114. Я ни у кого не видел. Где-нибудь найдите в интернете? Новинка. А как вы? Не думал, сами подтолкнули. Вот я сдавал книги. У меня старые книги. Кому-то переплесить. Бывает? Попадется. По наследству или как. И все время я платил. Была Ксения Степановна. Она пришла из пятидесятников. Православная стала. И она говорит. Она через нее я отдавал переплесчику старому. Зачем вам отдавать? Вы сами научитесь. Научиться? Не знаю. Я сразу давай искать. Нашел книжку, как переплетать. Пошел в типографию, которая переплетает вручную. Все разузнал. Материалы достал. И сделал что переплесчиком, реставратором старинных книг. Мало того, у меня целая плеяда переплесчиков. Даже в университете, где я вел занятия, я сделал объявление и полный зал набилось переплетать книги. Ну, у меня все есть. Я принес инструмент, показал. Своими руками можно что-то сделать. Ну, а если обрезка трудно, Гобель такой. Ну, тогда это уже надо, чтобы специалист это сделал. И мне это все сделали из разных городов. Я один никогда не бываю. Приезжали священники, диаконы у меня дома, проходили эту практику. Уезжали, делали с переплетчиками. Старинных книг сарковных-то много. Бывают вырванные страницы. Найти надо, дополнить. И как переплести. Старинный шнуровой метод. Я метод свой даже придумал. Капроновые крошки. Вот когда отдельные листики, как письма. И как их сделать, чтобы не так шилом проколол, а дальше ни открыть, ни посмотреть. И-то эти книги были. Мне нужно было что-то напечатать, я отдавал. И еще одна сестра. Это уже Алевтина Пантелеевна Маева, Петеримова, в замужестве. И она говорит, так ты сам научись. А как? Машинку достань? Машинку? Да где? Они же запрещенные. А бывает сломанная какая-то. И правда, нашлась сразу машинка. Нашлась. Я что-то письмо или другое напечатал. У нее мягкий знак как-то не в строчку попадал. Я не мог нарадоваться. Буквы такие печатные. И все. А потом уже через нас на этом не остановились. Мы узнали, где продают машинки, какие Юниус, Украина, каких только не было. И мы их сюда канал наладили из Киргизии. Всех обеспечили ими. Я печатал тысячи страниц. Я к тому говорю, что и всегда через женщин. Печатать не глядя. Я еду в церковь. А рядом всегда люди разговаривают. Я слышал хорошо. А у меня руки в перчатках. Не в перчатках, а в рукавицах. Я не любил, когда палец от пальца. Они греть себя не могут. И я там печатаю, сижу. Что они говорят? Я старался за ними печатать быстро. Но не глядя, где какая буква. Это мне сгодилось. Точно так же. Кто-то должен толкнуть. Вот я готовлюсь защищать диплом, строительный техникум, ПГС, промышленно-гражданское строительство. Ну и одновременно время набираю. Что-то читаю книги. Классику читать любил. Считаю Льва Толстого. Я ей говорю, надо же, как они по-французски пишут. Ну, как будто бы это француз. А почему сейчас вот языка не знают? У нас в школе не было иностранного языка. Деревня. Ну, а где ты возьмешь его? Ну, нету и нету. Ну, тройку поставили по-немецкому. Но этот Густав Густавич Зейдлис, он провел все-таки старенький такой был, морщенный старичок и бритый. Немец. Так говорил с таким большим, с ошибками русский язык. Ну, немецкий, конечно, он точно знал. И урока два прошел. Дер Кнаба. Дер Афа Безьяна. Там мальчик узнал я. Вот как слово два запомнил. Так понравилось. И он умер. Умер внезапно. И вот я в техникуме, когда учился, это сказал. А кто-то говорит, да что это? Возьми да выучи. У нас был иностранный язык, но никто не знает. У нас в классе было, никто не мог. Ну, урок за что положить? А чтобы разговаривать, читать, там газеты не было. Ну, не знаю, говорю. Как? Ну, уже сказали. А мне так нельзя говорить. Они это еще не знали. Если сказали, все. Я сразу пытаюсь искать. Пошел. Жил на квартире. Дом маленький, двухэтажный. Ну, двухэтажный. Я пошел, узнал. Девочки одна учатся уже в шестом или в седьмом классе. А какой у нее язык был? Немецкий. А учебник когда начинает учиться? С пятого класса. А учебник есть? Да где-то есть. Я пошел купить. А мне так отдали. Вот. И стал заниматься. Через шесть месяцев я уже разговаривал по-немецки. А потом у немцев собраний по-немецки говорил проповеди, когда обратился. А как? Я и не знал, что у меня будут какие-то знания где-то. Но одновременно сразу уже теперь я вкусил, что это такое. А у нас тут немка была, Маурер Лидия. И она приходила к нам в деревню. И у меня была книга «Гизанг Бог». Книга песен, как сейчас вот у баптистов. А она лютеранка. Потом я поехал в Латвию, взял ее с собой, достал ей Библию в лютеранской церкви. Пастор, воздай ему Господи. Ну, конечно, все от нее умерли уже. И мы с ней пели. Ну, какой я пивец? Ну, что-то тянул в немецком языке. Потом дорога ехал, встретил старенькие. Едут и по-немецки. Ну, тут я с ними разговаривался. Они достали. Я еще в армии был. В отпуск ехал, так кажется. И вообще. Они ко мне так расположились. А я в этот день, ой-ой-ой, на себя так обижен был. Какой я есть-то? А они до того радовались. Такими светящимися, сияющими глазами смотрят на меня. Мы опять. Да они дают мне. Я читаю по-немецки готическим шрифтом. Это все самостоятельно, без школы. Ничего не надо. И одновременно занялся английским языком. Английский. Этот у меня еще легче пошел. Кажется, через 4 месяца я уже читал газеты самостоятельно в армии. В армии время нет. И Арапов Валерий встретился. Тоже он в школе занимался. И мы с ним стоим пару слов кинули. Никто не знает, что мы договариваемся. Это так интересно было. Интересно. Но я в армии был. Я сразу же занялся французским. Зачем? Не знаю. Может, это глупость была. А потом занялся испанским, греческим самостоятельно. А в Латвию приехал. Там, я не знаю, за 3,5 месяца я уже с латышами разговаривал. Языка не было, повторяю. И мне надо толкнуть. Вот, дескать, за что-то задеть за такое. И вот книги. Книг не было бы. Кабы старообрядцы не пришли на занятие, которое я вел в университете. А газеты отдельно. Вот к истинному православию там о крещении, о покаянии, о войне, о присяге. Любите врагов ваших. У меня выходили газетки. Газетки такие. В Алтайском государственном университете газета выходит за науку. Тираж 999. Видимо, тысячи уже будет больше. Она газета небольшого формата. Ну, нормальная газета. Много. Я тогда подошел к редактору Клименко Владимир Федорович. Познакомились. Он бороду сразу отпустил. Убрать писк кто? Володя, выкинь-ка ее туда. Пусть она охладится в стеночках. Это невозможно. Нет, лучше, Володя, туда. Там дверь приоткроется, она убежит. Вот так. И вот мы стоим с Сараповым этим Валерием и разговариваем. А он занимался радиоделом. У него там какие-то были связи. Вот если 100 установит он контактов. Азбука и Морзе. То, значит, ему какую-то бумагу там. Что-то такое было тогда. И я сразу же у него начал учиться радиоделу. Сразу же. Здесь же идет армия. Узнал, что курсы открыты по подготовке в институт. Я сразу же туда поступил. В армию одновременно. Вот, ну, нравилось мне это. Но обязательно кто-то должен был сказать, что вот это вот надо. Откуда я бы знал, что надо-то? То есть я живу вполне занятый. Свободного времени нет. И вдруг такое интересное. Интересное дело. Я сразу в него встреваю. Теперь мне это все сгодилось. Вот листики, которые издавал. Я говорю, Владимир Федорович, а вы могли бы сделать? Да никак, говорит. Газету лишнего не сделаешь. Я говорю, а вкладыш? Вкладыш можно. А сколько? А вкладыш? У нас не написано сколько. Видимо, они не думали, что будет больше. Так, 999 у вас? Так, я заказываю 25 тысяч. Я их оплачиваю полностью. Прямо оттуда забираю. Ну, ему листик один дам. И никто не знает. Руководство, там, деканат в Алтайском государственном университете. Он один был тогда, университет такой, гуманитарный-то. А я пошел к крещению. Материалы к крещению собирал долго. Профессора помогали. И кого только не было. Священники, дархиереев. Дошел. И вот тот материал, который есть. Один, другой, третий. Вышло 14 материалов. О семье. О слове, чтобы на русском языке было. 14. И пришли старообряться на занятия. И один говорит, а почему бы вам это в книгу все это... Одной книгой не издать. Как книгой? Ну, вот у вас это по отдельному листику. А можно книгой? Да зачем, когда листики... Эй, листики это одно, а книга это другое. Ну, давайте. А кто верстать будет? А что такое? Ничего не знаю с нуля. Но они не знали, на кого они нарвались. Все. С этого вечера я сразу же пошел узнавать, где учиться верстать. Все. Не могу этого негде. Только сдавать. Ну, покажите, как делается. Потом сгодится это все, когда можно будет на компьютере набирать и делать. И вот вышла книга к истинному православию. Почти 40 лет собирал материал на нее. Более полного материала просто, думаю, что и нету по этой тематике. Почему? По четырем параметрам. Все, что говорит Библия. Библию я уже знал. С неканоическими книгами. Что об этом говорят? Правила. Книга правила. А я их переводил на русский язык. Симфонию составлял. Три года с ней сидел. Я ее знал почти наизусть. То, что поражены были в стеноде, когда я им начал там подсказывать. Вот сегодняшний Иларион, узор в беженой церкви, капралун. Это вы все знаете так. А что знать-то? Мне казалось, это так просто. Слава Иисусу Христу! Слушай, надо всем сообщить, что у нас в понедельник будет Рождество. У кого дети есть, там пришли, мало знакомых, можно разрешить. Дети, чтобы побыли на концерте. Ты вот возьми на себя это дело, организуй. Кому-то позвонить, сказать, пригласить. Ну, даже совсем не наши люди. Ну, по форме, чтобы одеты были. Возьми на себя все. С Богом. Отошел. Вот отошел. Это я взял и в тюрьме. Там не говорят. Говори. Алло, алло. Этого нету. Одно слово говори, значит, я слышу. Алло. Тюрьма многому научила. И вот здесь я про это говорю, когда вышла. Вышла, а потом уже цветные надо, уже люди стали помогать. И вот теперь такой второй вариант вышел. Сначала я тысячу книжек выпустил, а потом три тысячи. То есть, тираж увеличивается начал. Вот старобрядцам благодарен. Вот они пришли. Там Баум Трок был, кажется, Старухин. Ну, хорошие ребята, Николай. Ну, замечательные ребята. И вот подтолкнули меня к этому компьютеру иметь. Это писатель нежный Александр Иосифович приезжал с Москвы и мне подарил компьютер. Он помогал по тюрьмам, по лагерям. Вот это. И мне дал. Я о другом не говорю только об этом. Я ему очень благодарен. Первая книга «Серковь, свобода, тюрьма». И там внизу вначале написано «Благодаря ему». Вот так получилось. Меня все время надо оттолкнуть. Я к тому вот говорю. События одни, колеснику. Может, их и нет на свете таких. Все-таки 1114. Вот кто слышит меня. Поищите где-нибудь в интернете. Есть или нет, чтобы ежедневно события одни. Я говорил, не организация какая-то. А вот именно все здесь. Просто в частном порядке человек. Не знаю. Сказали сделать объявление. Вот я вот сделал. Анастасия умер над робот. Четверо детей остались. Ну, люди обманывают, чтобы деньги вымыть. Я все показываю. Вот они родились. Это можно написать. Муж глухонемой Андрей. А потом вот четыре ролика больших. Как ее хоронят, отпевают. До этого встречи, которая с ней. Люди стали говорить. Что вы образуете такой фонд, чтобы детям-то они растут. Потом потребуются. Ну, и вот ответ. Сразу тут без меня. Летом это было. Я был в деревне. Избрали за Гуляеву Галину Александровну. Вот на эти номера. Высылаете ей. То есть доверяют все. По совету деньги тратить. Батюшки, какие мои, со мной посоветуются. И Яковлев Виктор, врач. Леван Аганов пишет. Игнатий Тихонович, просьба у меня к вам. Батя мой отошел сегодня. Он неверующий. Отошел. Интересно. Покинул нас, поотошел. Безбожники все этими словами пользуются. Не просто умер, а отошел. Отошел в какую? Он никак. Отошел. Отошел в другую страну. Неверующий. А неверующий сына Божия, не признававший. Евангелие Теана 3.36. Верующий в сына Божия, имей жизнь. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Никакая молитва, ничего нет. А как? Ну неверующий. Он сам себя сделал неверующий. И все. Как Давыд говорит. Как скот я был пред тобой. Как скотина какая. Все. Не умер, говорит, а сдох такой-то Сталин. Там Гитлер сдох. Могли бы вы помолиться за него. За что? Даже не знаю поскольку. И не покаялся. И грехи. Но если можно, я бы вам был очень благодарен. За что? Конечно нет. Я могу только поскорбить. Ни одного слова не говорить. Совершенно неверующий человек. Поскольку считаю вас истинно верующим в Господа нашего. Задушу его все-таки Господь милостив. Может помилует батю моего. Звали батю Джимал. Сейчас я не могу сказать, как это переводит из ислама. Джимал. Может быть Эммануил. Что-то такое. Как вот. Ибрагим. Это Авраам. У них это есть. Дуайт, это Давыд, Сулейман, Саламон. Ну, похожее что-то есть. Не могу я молиться, Телеван. Никак нету. Одна такая подошла к батюшке. Батюшка, у нас отец умер. И как бы его отпеть? А верующий был? Нет. Он ярый был. Такой. Он коммунист был. Верующих ненавидел. Ну, как же я буду отпевать? Он в Ленина верил. А! Вот как. Ну, так и проще всего. Вот перед краевой администрацией, там памятник Ленину. Пусть они туда подойдут. Остановят машину. Вытащат гроб. И вокруг этого памятника три раза обойдут. И каждый раз, как обойдут, так гробом стукнут в основание на постамент. А третья. Пойдут опять еще крепче стукнут. Вот и весь его им упоминание. Ну, интересно. Это, если я не ошибаюсь, Амбросий Юрасов написал. Ну, вчерашний день. Один день. Как всегда, моя задача накормить кошек. Теперь два голубя у меня в комнате живут. Выпустить их надо, когда кошек нет. Их должен погреб спрятать. А мне надо, чтобы выпускать и запускать, когда еще темно на улице. Свет потушить. Монитор прикрою. И тогда лестницу уже занес. В комнате лестница у меня. Вот. Вот она у меня здесь стоит теперь. Лестница. Я по ней лезу и беру. И вчера так и сделал их. Сделал. Все. Они пробыли. Окошки под полом. Потом достал их. Что еще тут? Ответ. Вчера я написал, который меня просил. Тут Стив. Их жена Митчелл. И жена его Марга. Это, видимо, Маргарита. А он Стив. Это Степан. Степан. Я написал. И, ну, тут система переводчик есть. Выправлять не стал. И скинул это Мурановой Лидии в Нью-Йорк. Чтобы она проверила. На меня выслала опять наобратно. По-английски. И тогда я ему отошлю. И я сразу попросил, чтобы она помогла. Он много вопросов задает этот. Стив. О семье. Я ему ответил. Вот. Просто ответил. Все как есть. Ответил. Вот где она у меня ответа. Сейчас я покажу этот ответ. Вот это я меня отдельно завел. Где все будет так, как есть. Вот вчера третий. Вот Стив и Марго. Приветствую господом Миссури. Надеюсь, у тебя был хороший день. Это он перевел кто-то ему. Мне было интересно, какова повседневная жизнь в вашей деревне. Вопрос почему-то. Существуют ли какие-либо правила или стандарты, которым нужно следовать. Я уже не говорю там разрешение на Курева. Нет. Все в порядке у него. А нет Ахохола. Что такое Ахохола, не знаю. Есть ли общественное мероприятие, которое требуется в течение недели. Если кто-то живет в вашей деревне, требуете ли вы, чтобы его крестили, если он уже крестился в православной церкви. Что вы думаете о разводе. Что вы учите о повторном браке, если кто-то разведен. Что вы учите о повторном браке после смерти кого-то мужа или жены. Разрешено ли им вступать в повторный брак или нет. Что вы думаете о войне. Как вы относитесь к сопротивлению злот с помощью насилия. Что вы думаете о современной практике знакомств. Вот дальше. Учите молодых людей. Хотел бы поделиться своими взглядами. Я хотел бы увидеть, видимо, сначала, что вы думаете об этих вещах в первую очередь. То есть сначала вы. Мы занимаемся домашним обучением наших детей. Теперь пришло время для детей. В школу идти. Спасибо за ваше время. Я очень ценю тебя и твое служение Триединному Богу во Христе, брат Стив. Я отвечаю. Мир вам, дорогой Стив и ваша любезная Марга. Просчитав несколько раз подряд ваш ответ на мое письмо, я разделил ваши вопросы по пунктам. А их 11. Я буду засчитывать их в том же порядке, как в вашем письме. Вы пишете, что вам было бы интересно узнать, какова наша повседневная жизнь в нашей деревне. Пункт первый. Я говорю, у нас есть деревенский устав, устав деревенской жизни. Я его отдельно могу вам дать. Я его написал. Если общественное мероприятие требуется, отвечаю. Вот ответ. Дальше. Третий вопрос. Я опять отвечаю по Библии. Вот относительно крещения. Просчитайте. Места Писания. Вот апостольские правила привожу. Мои ответы всегда это Библия. Толкование святых отцов. Книга правил и жития святых. Вот все это учитываю. Вот шестой вселенский собор. Вот. Что думаете о разводе? Четвертый. Вот ответ. Места Писания. Я не отвечаю почти. У нас есть Святая Библия. И мы стараемся делать все точно так, как написано в ней. Матфея, Марка. Вот дальше. Первый Коринфянам. Как учить о повторном браке? Вот ответ мой. Вот я уже доначал говорить. Вопрос. Вот ответ. Римлянам. Замужняя женщина. Тут и прочее. У нас категорически запрещено, чтобы двойной брак был. Как учить о повторном браке? Вот тоже мой ответ до сих пор. Видите. Своему местописанию надо было найти. Он много места времени. Разрешено ли вступать в повторный брак или нет? И вот считайте, какой ответ. Правила Василия Великого. Четвертые, пятидесятые, восьмидесятые. Мы строго придерживаемся библейских принципов. Того, что нам говорит Святая Библия. Святая Библия – это евангельские заповеди. Что думаете о войне? Вот мой ответ. Я уже понял Вас. Вы любите Господа нашего Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте. Мне понятно, что Вы любите Его Слово Святое, Святую Библию. Вы мне очень-очень пятичны и близки уже по этому глубоким Вашим вопросам. Аллилуйя. Мы к войне относимся крайне отрицательно, к сопротивлению. Какое зло конкретно? Не убивай. Обращаемся к власти, когда нужно. Допустим, на нас напали, к примеру, пошли по дворам воровать. Мы позвонили, приехала полиция, разобрались и больше никого нет. Цыгане тут на нас навалились. Еще пример. Приехал в наш детский лагерь. Сан пьяный. Стал звать детишек с собой. Уже темнело. Был вещь. Он стал сквернословить, буянить. Мы его связали, отвезли в полицию. Тем более отпорол я его бичом. У него брюки на заднице лопнули. И он наутро приехал просить прощения. Тут со знакомым моим. Он женатый на двоюродной сестре. Я не знаю, что со мной стало. Колмогоров, кажется, фамилия скорченная. В полицию его и все. Руки у него привязали к ногам. Назад его так это загнули. Он драется, лезет, скидается. А что мы должны делать? У нас вот Андрей вот этот дробот. Он глухонемой, очень сильный. Мы звали Томильский тигр. Он такие все учился приемом. Самбо. Знакомство. Как знакомиться? Только при родителях. Иногда священник едет сам к родителям, если из другого города. Беседуем на занятиях в храме. Отвечая, учьте молодых людей к браку. Ответ. Об этом подробно написано там-то. И вот все здесь написано. Вот теперь это все переведено на английский язык. Он пишет. Are there any rules, standards to be followed? I am not talking about smoking being allowed. О том, что вы разрешили курить. И об этом разговоры говорить нету. Ну все. Я отостал Лидии. Она еще, видимо, не сделала. Проверить этот перевод, сделать вот это вот все. То есть он прислал на русском, а я на английском перевел теперь. И мои ответы на английском пошли. Ну понятно, о чем речь идет. Видишь, отвечает. We have the Holy Bible and we try to do everything exactly as it is written. Может, неправильно теперь уже считаю. 60 лет назад почти занимался. Но мне это интересно. Вот. В 92-м году я был в Америке. Две недели там жил. У одного в гостях. Звонки были. Уже разговаривал кое-что. По телефону по-английски. С полицейскими. Мне просто интересно. Вот этот перевод уже дала машина. Машина. Переводчик называется. Ну вот это все на один день. Вчера я занимался этим. Отослать надо. Вот ответ. Все на это сказать. Все на это сказать. Путем раздумья. И сейчас он не вела. Что вы не плакали. Что вы не сомневались. Что святостью труда и бодростью его на новые труды идти не подвязались. Обману этой жизни не даст вам ничего. Константин 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 Константинович Случевский. Я эти стихи знал наизусть и вчера еще раз проверил. Ой, какие слова, правда, не так. Не так, как тогда я встречал. Ну и наши ресурсы. Неплохо бы посмотреть. Вот это вот мой мир, любимая моя страница. Ну и форум наш, 1600 тем. Ну и вот наш видеоканал. Вот он, как выглядит. Подписчиков 28 994. Еще 6 подписчиков и будет 29 тысяч. 29 тысяч подписчиков. Конечно, мизерно. У других миллионы там. Но это наши не просто посмотрели, ушли. А люди, которые ежедневно почти приходят. 28 миллионов 729 тысяч 875 просмотров. 13 тысяч почти, скоро 600 будет видеороликов наших. Ну и во свете Библии православный библейский сайт. Все на этом.